Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии мы рассмотрим, как сделать таблицу в Excel. И первая таблица, которую мы составим, это будет вот такая таблица, как на рисунке. В отличие от программы Word, первое, что мы должны делать, это увеличивать или уменьшать область столбцов. В данном случае столбец B у нас узкий, столбец C у нас пошире, столбец D у нас максимально широкий. И все остальные столбцы плюс-минус одинаковые, кроме столбца, а уж он где-то полтора. Далее по клеточкам мы можем выделить, что с ячейки C4 по ячейку G4 у нас находится шапка таблицы. Выделяем C4, G4, выделяем объединить. Далее у нас внизу также есть нижняя строка. После чего в правом нижнем углу можно выбрать указатель черный крестик и распределить вниз. Да, таким образом у нас заполнится строка ниже. После чего мы можем копировать строку и с ячейки, соответственно, C9 сделать вставку. Окей. Далее у нас пошла таблица. Таблицу нам необходимо выделить с ячейки B12 и по ячейку H18. Соответственно, делаем все границы. И внизу нам необходимо также выделить три последних столбца и сделать также все границы. Далее внизу, обратите внимание, у нас есть две строки. Да, с ячейки C21. Они идут и заканчиваются в ячейке D21. Мы их также объединяем. Если строки одинаковые, их можно скопировать. Ctrl-C, Ctrl-V. Да, и, соответственно, внизу у нас опять отпустил это в ячейке C26. C26. Делаем нижнюю границу. В принципе, таблица создана. Далее нам необходимо ее заполнить. Для этого мы помещаем курсор сюда, в ячейку C4. Пишем ZAO Milano. Для того, чтобы сместиться вниз, мы нажимаем Enter. Enter – это у нас закрыть ячейку. Создвигаем вниз. Далее пишем индекс Москвы. Соответственно, Москва. Ракетный бульвар 17. Окей. И, соответственно, здесь мы пишем товарный чек номер. Товарный чек номер 00289. Вот. И далее, соответственно, то же самое. После чего нам необходимо определить, что со всей таблицы у нас есть выравнивание. Допустим, если у нас выравнивание в выделенных мной ячейках по центру в центре, значит, нам необходимо сделать соответствующее выравнивание. Для этого выделяем ячейки. То есть, первую выделяем без клавиши Ctrl, все остальные выделяем с клавиши Ctrl. Выравнивание ставим посередине в центре. И, соответственно, начинаем заполнять. Вот здесь еще тоже. Для того, чтобы по порядку заполнить, нам достаточно написать 1, 2 и растянуть вниз. Далее, соответственно, по тому же принципу. Артикул. Чтобы закрыть ячейку со сдвигом вправо, мы нажимаем «Таб». Товар, работа, услуги. Опять «Таб». Единицы измерения. Цена. Количество. И стоимость. После чего пошли артикулы. Здесь самое важное понимать, что если артикул одинаковый, его можно заполнить вниз. Или по принципу, как я вам показал, да, растянуть вниз. Или же скопировать, нажав Ctrl-C. Или же нажав Ctrl-D. Ctrl-D – это дублировать значение ячейки со сдвигом вниз. Далее пишем CO90, ST90. То есть здесь уже сложно будет скопировать и T908. Окей. Внизу напишем «Отпустил». И далее, соответственно, здесь делаем нижнюю границу и растянем вниз. После чего мы заполнили таблицу. Обратите внимание, что корпус мебели и описание у нас по правому краю. Потому что слева направо просто-напросто удобнее читать. Дальше, соответственно, кровать. Мойка. С789. Металлическая. Стол обеденный. Тумбочка. Прикроватная. Мебель России. То есть для закрытия ячейки вниз мы нажимаем Enter. Размер. Окей. Теперь единица изменения – это комплект. И дальше идут штуки. Для того, чтобы штуки продублировать, мы выделяем ячейку. И выделяем область дублирования, нажимаем Ctrl D. Если нам нужно дублировать вправо, мы нажимаем Ctrl R. Это, соответственно, переводится английского. Если Ctrl D – это Ctrl Down вниз. Или Ctrl R – это Ctrl Right заполнение вправо. Окей. Дальше, соответственно, цена. 3000, 5000, 1200, 1500, 500. Если у вас есть клавиатура с цифрами, лучше использовать ее. Там будет быстрее заполнять. И пишем «Итого». И по количеству осталось написать 1, 4, 9, 4, 7. Так, удалим нашу эту. Нажимаем Ctrl P. На печати мы увидим то, что у нас четкий бланк получился, который отлично вмещается на лист. Рассмотрим пример создания таблицы номер 2. Здесь принцип такой же. Здесь нам необходимо опять выделить столбцы и сделать пошире столбец B, столбец C. Все остальные у нас плюс-минус одинаковые. Для этого мы можем черной стрелочкой подвести к названию буквы и выделить по столбец H. На пересечении столбцов у нас появляется указатель черный крестик со стрелочкой. Мы их делаем чуть пошире. И у нас получается результат. Далее в ячейке B3 мы видим, что у нас строка шире. Подводим так же слева и делаем строку шире. После чего у нас она имеет тройную ширину. Выделяем область ячейки B3 по ячейку H17. И делаем главные все границы. Отлично, получилось. И теперь уже дело техники. Соответственно, мы ее можем заполнять. Да, если у нас есть одинаковые ячейки, мы можем выделить область. Написать 5000, нажать Ctrl-Enter. Ctrl-Enter в выделенной области это заполнить массив. Далее, соответственно, если у нас 1000, нажимаем так же Ctrl-Enter. После чего, если позволяет опыт, делаем формулу ячейка равно плюс ячейка. Так же заполняется. Далее, 780. И, соответственно, 5200. Но это идеальный такой пример, утрированный. На самом деле, там будут разные цифры. Это понятно. Вот, если у нас идут фамилия 1, фамилия 2, фамилия 3. Их мы также можем взять, растянуть и заполнить. Получить, соответственно, результат. Кто-то лишний сделал. И, соответственно, табельный номер 201. Так. Далее нам необходимо написать шапку в таблице. Табельный номер. Фамилия. Имя, отчество. Чтобы внутри ячейки перенести строку, нам необходимо использовать клавиши Alt-Enter. И тогда она перейдет на новую строку. Если использовать просто Enter, ячейка будет закрыта, и у вас ничего не выйдет. Так. Премия RUB. Всего начислено. Удержано. И, соответственно, к выдаче. Вот. Также нам необходимо поправить оклад. Тут у нас тоже RUB. Вот. После чего делаем выравнивание. Выравнивание у нас здесь только в шапке. Посередине, в центре. И далее нам необходимо написать здесь всего. И выполнить заливку. Для того, чтобы выделить несколько ячеек неподряд, можно нажать первую ячейку, зажать Shift. И выделить ячейку заключительную. Таким образом у нас выделятся все ячейки, находящиеся между ними. Цвет заливки белый в шапке. На этом все. С вами был Полянский Алексей. Спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. Ставим пальцы вверх. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok